Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня я приглашаю вас на примерку, на самую обычную свою примерку, которую я совершаю, когда думаю, с чем можно носить ту или иную одежду. И мне очень нравится этот формат, я его сама ни разу ни у кого не встречала, и возможно этот формат станет популярным на моем канале. Я на это надеюсь, потому что мне очень нравится концепция shop your closet, то есть пойти и прикупить что-нибудь в собственном шкафу, на собственных полках. Это значит не что иное, как пойти и потрудиться, и примерить, и закомпоновать, и составить ансамбли из того, что имеется. Итак, идея видео очень проста, я анонсировала, и мне очень понравилась идея носить верхнюю одежду под верхнюю одежду. И видео на эту тему выйдет отдельно, где я покажу итальянских модниц, и где я покажу итальянские витрины, и, конечно же, себя хорошую, любимую и красивую. Обязательно покажу, как я ношу непосредственно в реальной жизни, как я выхожу в таких аутфитах, которые показываю вам сегодня, в реальную жизнь, на реальной улице, чтобы было понятно, что, в общем-то, все это, как уж минимум, можно носить здесь, в Италии. И, кстати, я вот как раз-таки в таком виде выезжала недавно, буквально пару дней назад, я получила очень много комплиментов. Действительно, те люди, которых я останавливала, говорили мне комплименты, когда я их фотографировала, им тоже очень нравилось, как я одета. И что я хочу вам показать? Это самая обычная примерка. За базу взято два очень тонких пальто, а также пуховик. Пальто бесподкладочное, пальто вот такой длины, это удлиненное пальто, короткое удлиненное пальто, если можно так сказать, как вы видите, все-таки длина ниже, чем середина бедра. Эти пальто легкие, бесподкладочные, я их крайне редко ношу, по большому счету, висели они за ненадобностью, уже думала расхламить. И вот такая идея мне пришла, благодаря, конечно же, тому, что я стритстаю снимаю, благодаря тому, что я смотрю на итальянские витрины вместе с вами. Сразу хочу сказать, что в процессе примерки я себя не очень хорошо видела, но я совершенно точно поняла, что застегнутая верхняя одежда под верхнюю одежду смотрится не очень хорошо. Если мы выбираем носить пальто под пальто, повторюсь, в таком случае у нас всегда должно быть бесподкладочное пальто, как первый слой, первый слой верхней одежды. Могу сказать, что гораздо лучше будет смотреться, если оба слоя застегнуты, как в данном случае, либо если все-таки мы решаем носить нашу верхнюю одежду нараспашку, расстегивать и нижнее более тонкое пальто. Это совершенно точный вывод, к которому я пришла в процессе примерки. В общем-то, застегнутым все это смотрится достаточно хорошо. Меня, кстати, часто спрашивают, Яна, зачем выдумывать велосипед? Ну, во-первых, потому что это очень тепло. Данечка поучаствовала в этой съемке, он был большой молодец, он долго ждал, пока я, в общем-то, примеряла. Мы вернулись из Паду и я, что называется, с корабля на бал. Так вот, это тепло, это позволяет сочетать цвета, ну и, конечно же, это позволяет разнообразить нашу верхнюю одежду. Потому что верхняя одежда, как правило, имеется у нас все-таки в небольшом количестве. Прежде всего, потому что эта одежда достаточно дорогая и она занимает много места, когда мы ее храним. И это возможность разнообразить наш зимний гардероб, наш осенний гардероб. И, повторюсь, это также возможность носить расстегнутым нашу одежду, потому что, я знаю, это очень многим нравится, но если мы живем в климате достаточно прохладном и, возможно, даже суровом, то такой вариант поможет нам носить нашу верхнюю одежду расстегнутой. Хочу сказать, что верхняя одежда плюс верхняя одежда, если она одной длины, то тоже прекрасно носится, когда оба слоя застегнуты, оба слоя расстегнуты. Но, как вы видите, и хорошо смотрится, на мой взгляд, по крайней мере, когда нижний слой застегнут, а верхний расстегнут. В противовес, когда есть большая разница в длине, тогда либо оба слоя расстегнуты, либо оба слоя застегнуты. Что ж, я примеряю пуховик. Пуховик должен быть очень тонким. Я в начале видео показала, что он умещается, в общем-то, в небольшой мяч, его можно свернуть. Вот такой пуховик. Хочу обратить ваше внимание, что я мерю в леггинсах. И, в общем-то, мне кажется, любая женщина совершает вот такие примерки в какой-нибудь домашней одежде, либо, в общем-то, в удобной одежде. Если сюда брюки надеть, то, конечно же, ансамбль будет смотреться еще лучше. Меня интересовало просто сочетание длины, сочетание многослойности, и вообще, можно ли верхнюю одежду надеть на верхнюю одежду. Потому что мы понимаем, что на манекен можно надеть все, что угодно. А вот на реальном человеке настолько ли универсален этот способ носить верхнюю одежду? Могу сказать, что да. На тонкий пуховик вообще легко надевается любое пальто, потому что пуховик скользкий. И смотрится это все достаточно тоже неплохо. И мне очень понравился вот такой микс между спортивным низом и достаточно классическим верхом. Обращаю ваше внимание, если вы недавно подписаны на канал, я много раз показывала. Вот такой двойной узел, который никогда у вас не развяжется, и всегда у вас будет узкая талия настолько, насколько вы ее смогли затянуть. Ну и также застегивать в данном случае пальто. Это может быть тренч, что называется, стык в стык. Это позволит вам не иметь излишка ткани в районе живота. Это не будет полнить очень многих. И вот такой способ застегивать одежду, запахивать в данном случае, перехватывать поясом, позволит одежде очень красиво смотреться в момент движения. Как только вы сделаете первый шаг, эти слои распахнутся, будет очень красиво. Мне, кстати, очень понравилось вот таким образом приподнять рукав. И, конечно же, пуховик позволяет это сделать. То есть мы не замерзнем, если приподнимем рукав. И мне очень понравилась эта разнофактурность. На мой взгляд, очень красивая. По крайней мере, с синим пальто. Синий пуховик мне понравился. Несколько меньше мне понравилось сочетание. Исключительно максмаровское. Потому что Максмара много раз предлагает вот именно таким образом носить. Прежде всего, пальто Тедди поверх пуховика, поверх куртки небольшого бомбера, который, кстати, был предложен в тот же год и в той же коллекции тоже Максмары. Я покажу его чуть дальше. И этот лук, в общем-то, тоже совершенно максмаровский. Потому что пуховик Максмара и пальто Максмара. Но мне не очень понравилось такое сочетание. Я еще не поняла, почему здесь нет баланса. Нужно посмотреть. Возможно, вопрос в длине. Возможно, вопрос в рукавах, которые... Слишком много рукавов. То есть нужно брать белый слой. Возможно, свитера. Нужно будет мне все это примерить более тщательно. Напоминаю, что это вообще моя первая примерка. Вот этот бомбер, о котором велась речь. Именно его я часто ношу. Именно он предлагался под пальто Тедди. Я надела поверх пуховика. Нет, меня не впечатлило. Мне не очень понравилось. Что называется, имеет место. Да, но как-то никак. Возможно, если бы пуховик нижний был чуть-чуть короче, все смотрелось бы более органично. Мне, в общем-то, не понравилось. А вот следующее сочетание. Мне понравилось. Мне приглянулось. Я вижу его, кстати, очень часто на мужчинах. Именно на мужчинах я вижу тонкий пуховик и сверху пиджак, либо пальто пиджачного типа. Конечно же, пиджак не застегивается в таком случае. И мне понравилось, что на мне, что на мужчинах. В общем-то, мне понравилось, когда оба слоя расстегнуты. Ну и когда пуховик застегнут, пиджак расстегнут, мне тоже понравилось. На мой взгляд, очень удобный, очень casual look. Опять же, помня о том, что я в леггинсах самых обычных. Поменяв леггинсы, возможно, на брюки, все бы смотрелось еще более удачно. Ну и последняя моя примерка. Да, особенно удачно, когда вот так встанешь. В общем-то, так любой лук будет смотреться очень хорошо. Это секрет многих блогеров. И еще одна компоновка. Именно так в итоге я и покинула дом, понимая, что я уже опаздываю очень-очень сильно. Это, да, это куртка-пуховик и поверх шуба. Я показывала много раз на итальянках, обращала внимание, что они носят жилеты поверх пальто, поверх пуховиков в том числе. Могу сказать, что мне понравилось. Учитывая, что это также очень-очень тепло. Разность длины. Но я здесь уже на видео, на монтаже вижу, что нужно убирать нижний слой рукава. Белый рукав здесь лишний всего очень-очень много. Я попыталась поясом перетянуться. У меня не получилось, потому что пояс слишком узкий. Я взяла другой. Этим поясом я смогла утянуться, но мне не понравилось. Да, мне не понравилось. Я теперь вижу, да, что это не очень красиво. И я очень люблю пояса. Я всегда говорила вам, что такой трюк очень интересный. Если вы располнили в талии, но ремни вам нравятся, и вам нравятся, возможно, они у вас уже имеются, носите их под слой одежды. Это может быть верхняя одежда, как в данном случае, под верхний слой одежды. Либо под пиджак, либо под кардиган, под все что угодно, в общем-то, надевайте. У вас получится, что вы используете красивый аксессуар, но вы не подчеркиваете то, что талия не узка в данный момент, в данный отрезок времени. Возможно, после гречневого марафона все поменяется. Ну, вот таким образом все это выглядит. Да, уже здесь на камеру, встав чуть-чуть поближе, я догадалась, что излишне много рукавов. Кстати, этот трюк я также показывала. Если у вас светлое пальто, и вниз вы можете надеть уже поношенный свитер, таким образом подвернув рукава, вы сохраните рукава на вашем светлом пальто всегда чистыми. Свитер может быть черный, кстати. Ну что ж, я на самом деле уже тороплюсь, торопилась к парикмахеру. И вот таким образом все это выглядит в жизни, потому что очень важно, как я всегда говорю, чтобы блогер, который показывает и рассказывает, как носить ту или иную одежду, действительно этой одеждой обладал, потому что очень многие делают распаковки, а потом отсылают обратно тем, кто присылает все это на обзор. И да, важно видеть блогера, что он носит эту одежду, не только фоточки выкладывает, но и также важно видеть, чуть-чуть я не упала, потому что лифт пошатнулся от моей красоты. И также важно видеть, что блогер и как вообще все это смотрится на человеке непосредственно на улицах города. Ну и в общем-то торопилась, как я уже говорила, я к парикмахеру, и следующее видео будет о том, ну как же я сходила к парикмахеру. И конкретно это видео я начала с того, что часто меня критикуют, в том числе за мои пальто, за мои поиски, изобретения велосипеда, как многие мне пишут. А вот здесь, кстати, я рассказываю мастеру своему, что часто меня критикуют за мои волосы, а он говорит мне, что люди не понимают, что в общем-то такие тонкие волосы, как у меня, да, я вот так грустно опускаю глаза, с ними ничего не поделаешь. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok